Чем кормят детей в школах и детских садах? В технопарке Кванториум провели круглый стол на эту тему. В нем приняли участие первые лица города и области. На Колыме проживают 18 тысяч детей. В Магадане работает 18 столовых. Для ребят готовят только те блюда, которые согласованы с Распотребнадзором. У нас действительно в городе Магадане сложилась такая устойчивая система качественного школьного питания. Мы, кстати говоря, буквально в марте месяце с моими коллегами по областной думе, совместно с Сергеем Васильевичем Абрамовым, председателем областной думы, мы делали такую рабочую выездную поездку по ряду школ города, с тем, чтобы посмотреть, как организовано в рамках послания президента горячее школьное питание бесплатное. И лишний раз убедились, что мы практически впереди планеты всей. Работники школ и детских садов представили на встрече блюда, которыми будут кормить ребят. В саду номер 7 для малышей с аллергией готовят специальную еду. Вместо говядины свинина, вместо зраз – фаршированных омлетом – котлеты с начинкой из макарон. Картофель-то можно всем, и мы, естественно, даем, если можно будет кому-то сливочное масло, то просто растительное масло. Но, в общем, мы запекаем его и выдаем. Питание согласовывают не только с Роспотребнадзором, но и с родителями. Пищеблоки полного цикла. По поручению президента с прошлого года учеников первых-четвертых классов кормят бесплатно. Как отмечают специалисты, оплата питания не повышалась уже на протяжении пяти лет. Кроме того, зарплаты работников к организации остаются хорошими – в среднем около 45-50 тысяч рублей. Также сотрудники столовой постоянно повышают свои профессиональные навыки, поэтому могут приготовить блюда любой сложности.